Всем привет, с вами Серёга и славный дружбе Обломов. И наш чудесный канал Муха, и сегодня у нас будет небольшой коротенький обзорщик на девайс, который выручает нас на самом деле каждый день. И вы спросите, что же это такое, почему у нас в руках ничего нет? Потому что то, что мы сейчас будем обозревать или рассказывать своё мнение, оно находится прямо на нас. Оно уже в кадре. Дело в том, что не так давно приезжал к нам дорогой друг из Китая Дима Бабир, и Дима, когда приезжает, он привозит всякие неведомые штуки, которых у нас в России просто нет. И мы как это, как две обезьянки, такие... Да, и каждый раз, то это какие-то DJI, эти, господи, маленькие камеры, то какие-то петли. И в этот раз он привёз с собой вот эти вот маленькие петли. Фишка в том, что если вы являетесь создателем контента, то вы очень скоро обнаружите, что в принципе, если у вас есть деньги, то вы можете достать абсолютно любую и даже очень крутую камеру. Камеры сейчас снимают 6К, 8К, у них прекрасные автофокусы, как вот у этой Sony A7S III. Линзы сменные, аккумуляторы, батарейные рукоятки, светочувствительность просто бешеная. Однако есть одна небольшая штука, которая является проклятием любого видеооператора. Это звук. Потому что зачастую звук это половина всего контента, а в разговорных шоу зачастую и больше. И в чём же проблема со звуком? У нас за всю историю нашего шоу, а мы сколько уже снимаем, Олег, лет 12, 13, 15, очень давно, у нас было очень много разного звука. У нас были направленные микрофоны, наш известный ролик про Rode VideoMicro, которым очень много помог. Кому? У нас были петли, самые первые петли у нас были Sennheiser EV100 G3, по-моему. Это профессиональные петли, которые работали на пальчиковых батарейках и которые постоянно разряжались. Эти батарейки нужно было покупать. Это всё большое. Это всё приёмник-передатчик. Короче, это всё слишком сложно. Потом мы купили вот такой вот девайс. Нам показалось, что это очень крутая штуковина. Это PicaGear PicaMig. С учётом база. Две маленькие петли. Их самый большой плюс в том, что ты надеваешь их. Видите размер вот этой петли? Маленькая, да? Но когда ты надеваешь PicaMig на себя, у тебя торчит вообще маленькая писюлька. И в этом и прикол. У тебя торчит маленькая петля. Ну ладно, ладно, всё-всё-всё, хорошо-всё. Слушай, я хотя бы горжусь этим. Я хотя бы горжусь этим. Вот. И это было изначально круто до того момента, пока мы не поняли, что вот эти петли дохнут. Мы их сменили. Сколько? Раз, два, три. Это уже четвёртая петля. И теперь у нас одна из петель не подключается. Вторая пока ещё работает нормально. Но мы устали от этого. И эта штука до сих пор заряжается от microUSB. Потом Олег, когда покупал Sony ZV-E1, в комплекте с ней ещё приобрёл вот такую петлю Sony. Хотел сказать, что она проприетарная, потому что она работает от горячего башмака. Но, по сути, у неё здесь есть и майка. Вот, то есть вы можете джеком подключить к любой камере. И вот такой направленный микрофон. И я, если честно, ни от одного, ни от другого не в восторге. Направленный микрофон, мне кажется, что он даёт какой-то слишком плоский звук. А петля, опять же, нужно заряжать и приёмник, и передатчик. Заряжается это всё от microUSB. И дополнительно нужна петля, потому что, если вы будете использовать сам передатчик как петлю, он может работать как петля. Во-первых, это будет вот такая огромная херовина, которая здесь будет торчать. И звук у неё, мягко говоря, не очень. Сразу кое-что ещё скажу про пикамики. Пикамики, в принципе, прикольные. Если бы они не умирали, если бы они не заряжались через старый разъём microUSB. И, собственно, если бы база не была вот такой вот здоровенной. Теоретически штука хорошая, то есть идея хорошая. Но, во-первых, их в России не купить вообще. И, во-вторых, база просто огромная. И я, как ведущий, должен сказать, что народ, провода, провода, провода. Ты всё это цепляешь, ты всё это втыкаешь, ты всё это вот так пропускаешь. Ты сначала распутываешь. Да, ты сначала распутываешь, потом пропускаешь. Батарейки и провода. Провода и батарейки – это проклятие. Вот оно, что оно здесь вот так застряло. Оно вот здесь вот так, короче, перекручивается. Провода рано или поздно перетираются. Батарейки нужно заряжать. И ещё огромный минус пикамиков и любой петли, которая цепляется вот сюда за шкирку. Если у вас борода. Если у вас цепочка. Если у вас она трётся. То есть вы не можете, например, у Вованны есть борода. И вы не можете повесить её ниже. То есть как, как? Вот так, что ли, повесить? То есть всё, что цепляется на шею, зачастую, и ты такой «ээээй» и оно начинает тереться. Это я вам, короче, жалуюсь о своей боли, как ведущий, который вынужден себе там в трусы вот это был всю свою жизнь совать. Пропуская провода вот так. Потом ещё эта петля, значит, она с проводом. Провод у тебя где-то там запущен под майкой. Потом у тебя что-то зацепилось, она начинает тебя вот так тянуть. ладно рассказывай что у нас за петля сегодня да народ и сейчас нам придется нашу чудесную прекрасную вот эту малюсенькую холилэндов скую петелечку заменить на соневскую для того чтобы серёга показывал я мог это что-то показать сейчас у нас вы увидите где это все хранится и там ничего нет потому что она все на нас коробочка дизайн не будем давайте вдаваться в дизайн это никому не интересно важно что лежит внутри а внутри у нас лежит кейс у него здесь отображается заряд и важно это type-c у нас теперь все от type-c мы хотим иметь один кабель и заряжать все одним кабелем внутри этого кейса у нас находится сам приемник и два передатчика зацените какая маленькая история и она на магните ее можно примагнитить куда угодно вы можете примагнитить с помощью комплектных вот таких шайб засуну под одежду но можете примагнитить куда угодно на любой металлический предмет вы спросите что это за две блямбы это очень важные блямбы потому что это type-c и lightning lightning до ресивера для того чтобы вы могли подключать по сути эту петлю куда угодно можете свой iphone можете свой android либо если вы модный парень и у вас последний iphone можете в него воткнуть благодаря вот этим двум штукам петля может работать не столько с камерами а с любым устройством на свете само собой здесь есть разного рода документация что внутри это нам не интересно нам интересно что внутри вот этого пакетика а внутри у нас все по сути классно есть господи все магнит что нет это не детка это пока еще живой к вот у нас здесь есть две детки тки мертвые кошки для того чтобы нацеплять их на наши круглые петли чтобы нам не задувало ветром в микрофон далее у меня все сцепилось потому что но все магнитное у этого силы притяжения просто невероятно смотрите это у нас комплектная шайба далее у нас есть вот такие штуки на шею я так и не понял зачем они нужны если по сути если вы голый над допустим вы снимаете где-то на пляже и у вас не к чему прицепить вы можете повесить такую штуку на шею она магнитная к ней прицепить петлю и очень важные штуки есть вот такие прищепки я и кстати уже попробовала можно подцепить например на гитару до в ее резонатор и спокойно записывать комплект здесь большой то есть это реально большой комплект за эту стоимость ребята эта штука стоит чё-то в районе 19000 рублей уже в россии это немного для сравнения тот же самый и диджай майк второго поколения стоит гораздо больше чем я бы за него заплатил далее что хотелось бы отметить это удобство управления и контроля петличкой здесь есть переключатель громкости всего три деления этого хватает для того чтобы синхронится почти с любой камерой вообще он создан для того что если у вас нету допустим на камере управления громкостью вы можете поменять ее здесь на sony целых 20 чем-то делений далее здесь у нас включается одной кнопкой вы выключаете петлю точнее сам приемник а второй включаете режим моно или стерео стерео это удобно когда у вас два человека говорят один человек говорит громче другой человек говорит тише и потом на посте вы можете все это по отдельным каналам вывести и подправить на самой петле есть всего одна кнопка и она переключается светодиод с синего на зеленый и в включает тем самым режим шумоподавления вещи сугубо мне лично не нужно ибо режим шумодава он снижает тебе количество частот которые у тебя есть если мне нужен шумодав я потом могу на посте его накинуть и тем самым решить нужен он мне или нет если вы записываете уже шумодавом то вы частоты уже не вернете народа у нас там что-то сверлят там что-то пилят за забором что-то стригут и у нас 100 метрах еще трасса быстрый тест но из редакшена но типа тест но из редакшена вроде не знаю вот так как-то да конечно на пика стриме пика гири пика микки очень много настроек тут есть и гейн и частотный фильтр и та же самая ночь редакшен и вы можете обновлять прошивку только нахер это все не надо если у вас петли по 50 евро дохнут просто постоянно еще кстати собранные на не так себе потому что у нас на пикамики уже была такая штука что вот эта вот штука вот этот шарнирщик сломался и мне пришлось его потом пакси полить что но сами понимаете когда петля совокупно стоит почти 300 евро с доставкой с европой всеми делами но это просто непозволительно короче если вкратце чего нужно нам от петли первое что мы могли снимать с гостем от то есть у нас петли 2 они прекрасно синхронизируются второе нам нужно что все это дело не разряжалась вот такая петелечка вот такие петелечки выдерживают у нас они выдержали 8 часовую съемку то есть один раз ты вытащил их из кейса и ты можешь снимать 8 часов это уже проверено ну и собственно чтобы они заряжались заряжаешь ты их в кейсе и кейс заряжает их сам и разряжается он раз в три недели наверное если использовать петли а мы снимаем каждый день по несколько часов то есть кейс очень много раз может зарядить эти петли собственно вот смотрите ты берешь делаешь вот так пуньк все она пошла заряжаться собственно в кейсе три палки из четырех зарядка от usb type c великолепно кто-то ее достанешь все она работает и сразу на магнитик подцепил ну и собственно может кому-то это интересно тест дальности сейчас я нахожусь прямо рядом с камерой начинаю отходить я начинаю отходить я не знаю кому это важно кому это нафиг надо а вот потому что все снимают обычно на студии я не представляю себе ситуацию когда уже дальше надо снимать сколько здесь 15 20 метров хрен его знает я продолжаю отходить продолжаю отходить 30 метров или 40 продолжаю отходить продолжаю отходить и собственно мне утра по большему счету 50 метров здесь 45 50 я не знаю меня слышно я не знаю куда дальше отходить мне уже в крапиву лезть но здесь по прямой видимости уже метров 60 то есть я уже вот я не знаю ну короче кому нужно больше я не представляю а собственно вот такой вот был небольшой обзорчик само собой мы могли бы их расхвалить просто за такой подгончик но денег там никто не дал дело не в этом я когда у дима увидел эту петлю я говорю дима можно типа на то обау там купить где-то да потому что когда он приезжал я что-то особо сильно у нас в популярности их не увидел где-то на каких-то marketplace ах в итоге он сказал он так давай можете просто не зашлют чё нам как говорится на халяву а как бы нет на данный момент это наша петля основная которую мы используем каждый день пока она не подводит это самое главное в петле и народ как это проверить проверить очень просто вы можете пойти на мой кулинарный канал где 5 миллионов подписчиков и увидеть с чем выходят все последние славные обзоры вот это рецепты все выходит если бы нам это чем-то не нравилось мы бы это нафиг выкинули ли отослали бы им назад а кстати купили в другое насчет холилэнда у нас помнишь в этом во вьетнаме мы купили холилэнды вот такие в таком же кейсе но большие и мне они не понравились то есть я не буду ничего восхвал они были восхвалять то что мне не нравится они они были больше они были неудобнее они держали меньше заряд эта штука мне нравится потому что нам маленькая она магнитится кстати да если чё я сейчас выпустил после того как мы закончим уже этот ролик ставлю примеры как вы можете просто взять и примагнитить чему угодно и примеры как это будет все звучать вот такие дела а с вами был серега и славный дружи обломов кушать и много кушать и вкусно и огромное спасибо всем кто ставит пальцы вверх всем пока а Или вот представьте, друзья, у вас есть вот такое хобби Вы любите попить под гитару, неважно, в компании, друзей Или у вас просто свой какой-то небольшой YouTube-канальчик, где вы выкладываете свои записи И все это время вы снимали на телефон И у последних Самсунгов, ну, у топовых флагманов неплохие встроенные микрофоны, но это все равно не то Представьте, что вы можете сепарировать свой голос от гитары И при этом и голос, и инструмент будет звучать очень классно Вот цепляем вот таким образом на резонатор гитары наш один микрофон Второй микрофон поднимаем максимально к голове И таким образом мы можем петь Я не особый игрец на гитаре уж, тем более я не певец Это больше для демонстрации, как он может выглядеть Вот, так что если ваше хобби это игра на музыкальных инструментах Особенно которым можно прицепить эту петлю с помощью прищепки Или на магните Не знаю, если у вас железная гитара Такие, кстати, существуют То смело можно брать Это реально отличный инструмент для того, чтобы ваш звук стал в несколько раз лучше Вот, так что